Первым делом, конечно, нужно отметить, что зоопарк зоопарку рознь. И если такая форма демонстрации животных, как зооцирки и зверинцы на колесах, это в большинстве своем дикие от гуманного отношения к животным предприятия, то существует и по-настоящему достойная им альтернатива, действительно имеющая право на жизнь. Альтернатива эта огромная по площади настоящая зоопарка и зоосадка, где для животных оборудованы просторные вольеры и выгулы, приближенные к естественным ландшафтным условиям. Это пастбища, поля и полян для животных, где они бегают, резвятся и живут активной животной жизнью, а вокруг их царит настоящая живая яркая природа. Если зоопарк отвечает соответствующим стандартам и требованиям, то он, несомненно, уже самим своим фактом существования выполняет важную просветительскую функцию. И еще одна важная задача и функция зоопарков – это сохранение и размножение редких и исчезающих видов животных. Размножение животных – это в первую очередь показатели благополучия. Если животное содержится в неподходящих условиях, нездоровые или им не хватает полноценной пищи, то размножаться они не будут. В общем, как изначально планировалось, главной задачей зоопарка являлось спасение животных в природе, сохранение и размножение редких и вымирающих видов в неволе с последствующим увеличением популяции, изучение их биологических способностей, разработка методов выпуска животных на волю. Этот процесс гораздо более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Разорить природу можно очень быстро, а вот возвращать все на свои места приходится очень долго и трудно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова